Ну что ж, придется отправиться на прогулку по Москве. Настоящее расследование это очень интересно. А вот и главная улика нашего расследования. Жемчужина Москвы, символ города, загадочный замок и диковинный дворец. Каких только эпитетов не удостаивалось, это красивейшее здание на Ваганьковском холме. По легенде, Василий Иванович Баженов, которого считали автором этого дворца, расположил его спиной к Кремлю, не случайно. Архитектор якобы осерчал на матушку-императрицу за то, что она велела разобрать дворец в Царицыно, уничтожив тем самым 10 лет его труда. Это здание действительно потрясающе красиво. Если это не парадный вход, то какой же парадный? Давайте попробуем пройти во дворец, там все и прояснится. Здесь решетка. Я смотрю решетка и вверху тоже. Судя по всему, здесь никто не ходит. Сейчас здесь бежит нескончаемый поток машин, а раньше за красивой ажурной оградой благоухал изумительный сад. Правда, ворот у этой ограды не было, а значит, и входа здесь раньше не было тоже. Заказ на строительство такого роскошного замка сделал Петр Егорович Пашков. Капитан-поручик в отставке занимался весьма доходным делом – поставками водки. И поэтому мог позволить себе многое. Например, дворец прямо напротив Кремля. Ну вот мы и дошли до входа. Ура! Вот это ворота. Мы их нашли, и это повод зайти вовнутрь. От первоначальных интерьеров здесь почти ничего не осталось. Слишком много раз их перестраивали. Быть может, только эта чугунная лестница? Нам вообще-то в другую сторону. Но я хочу, чтобы вы поднялись со мной в большой зал. Вы должны это увидеть. Вы только посмотрите, какое великолепие! Как здесь светло! Насколько праздничное пространство! Я более чем уверена, что когда-то здесь проходили балы. Звучала музыка, блистательные дамы, галантные кавалеры. И потрясающие танцы! Мне захотелось танцевать. Ой, но я, по-моему, к этому не готова. Почти 150 лет в доме Пашкова располагается библиотека. Сначала Румянцевская, затем Ленинская, а теперь Российская Государственная. И сейчас мы заглянем в самое интересное для нас место – читальный зал отдела рукописей. Музыка. Томбашка. начали строить в 1784 году. Значит, проект был составлен в том же году или немного ранее. Тогда Василий Иванович Баженов еще не мог знать, что Екатерине Царицинский дворец не понравится, и она поручит строить его другому архитектору. Это ведь произойдет позже, в 1785. Поэтому и сердиться на Екатерину Василию Ивановичу было не за что. Она оставалась главным его заказчиком. Получается, что если архитектором дома по школе был все-таки Баженов, то, проектируя дворец на Ваганьковском холме, он руководствовался только творческими соображениями. Давайте представим себе, что сюда, к Петру Егоровичу Пашкову, приезжают многочисленные гости. Кареты останавливаются напротив парадного входа. Им остается только войти в распахнутые лакеем двери. Не нужно подниматься по высокой лестнице. А фасады, они оба великолепны. Хотя вход во дворец только со внутреннего двора. Остается последний вопрос. А зачем же лестница? Ах, лестница! Она была построена в 30-х годах, когда строили метро и начали оплывать грунты. Лестница украшает и поддерживает холм от оплыва. Всего-то! Лестница украшает и поддерживает холм от оплыва. Лестница украшает и поддерживает холм от оплыва.